Северянкам пора готовиться к зимним морозам. Тем более, что в Архангельске открылась ярмарка «Империя меха». Она будет работать еще три дня в выставочном зале Союза художников. Моя коллега Анна Белова уже выбрала себе теплую шубку, чего и вам советует. История шубы ведет свое начало с первобытных времен. Уже тогда для сохранения тепла наши древние предки надевали на себя шкуры убитых животных. Со временем их научились выделывать, шивать и окрашивать. Название взаимствовано из арабского языка. Именно джуба – традиционная теплая одежда с длинным рукавом и украшением из меха – дала название современным изделиям. Несмотря на то, что одежда из меха появилась довольно давно, она и сейчас является предметом роскоши. Поэтому к покупке ее стоит отнестись ответственно. Для начала решите, зачем вам нужна шуба. Красоваться перед подружками на вечеринках или все-таки вам нужна теплая одежда на каждый день? Шуба, предназначенная согревать, защищать от мороза и ветра, непременно должна быть из соболя, лисицы или мутона. В случае, если шуба из этих видов меха вам не нравится, обратите внимание на песца, бобра, нутрию или норку. Правда, они не такие теплые. Самый холодный мех у горностая и сурка. Определившись с целью и мехом, тщательно подбираем фасон. Для обладательниц высокого роста и стройной фигуры проблем нет. А вот если ваш рост ниже среднего, то покупать шубу в пол или шубу с длинным борсом не стоит. Совет стилистов. Когда все приоритеты расставлены, отправляемся в магазин, салон или на выставку, где выбор значительно богаче. Но возьмите за правило пробыть в каждой шубе не менее трех минут. Только так вы сможете почувствовать ее особенность. Возьмите с собой человека, на вкус которого вы можете положиться. Лучшую подругу, мужа или родителей. Лучше услышать нелестный отзыв в стенах меховой ярмарки, чем потом после покупки. Выбор состоялся. Но не торопитесь отдать свои кровные. Прежде стоит провести тщательный осмотр меха. Ущипните шубу. Если в вашей руке остались волоски или пух, такую шубу покупать не следует. Лезть она не перестанет, как бы не уверял вас продавец. И вскоре будет выглядеть, как новогодняя елка на майские праздники. Крашеные меха сейчас в моде. И смотрятся они очень необычно и эффектно. Если крашение меха было проведено по технологии, то это никак не влияет на качество. Приобретая окрашенную шубу, возьмите в руку чистый белый платок и сожмите с помощью него мех. Если платок окрасился, шуба некачественная. Мех ни в коем случае не должен слипаться. Если поверхность меха неровная, как бы стриженная тупыми ножницами, а продавец говорит, что это специальный модный эффект, не верьте ему. Скорее всего, это следы зубов животного. Случаи окусывания меха распространены и являются браком. Обратите внимание также на швы. Швы не должны расходиться, а нитки торчать. Иногда на рынке бывают и клееные шубы. Такие не стоят вашего внимания. Хорошо, что русский производитель таких шуб не делает. Нередко встречаются подделки. Норку подменяют кроликом или сурком, у которых мех короче и мягче. Под чернобурку маскируется лесопес. Бобр от нутрии отличается тем, что у него есть мягкая подпушка. Каракуль и норка будут носиться 10 дим. 7-8 сезонов будут радовать шубы из песца, овчины и соболя. Нутрии, андатра и лисица будут вас украшать 4 зимы, а кролик и шиншилла послушают всего лишь 2-3 года. Наденьте шубу и почувствуйте, подходит ли она вам по весу. Шуба не должна быть ни слишком тяжелой, ни слишком легкой. Зачастую для того, чтобы уменьшить вес и сэкономить, мех растягивают. При этом толщина кожи уменьшается, а расстояние между волосками увеличивается. В итоге шуба становится холодной. Мех должен быть гладким, мягким, блестящим и приятным на ощупь. А волоски не должны хрустеть и ломаться. Сожмите в руке подол изделия. Хороший мех сразу же вернется к своей первоначальной форме. Скупой платит дважды. Хорошая шуба стоит дорого. Но не забывайте о сезонах в скидках, которые позволят вам приобрести качественную вещь по приемлемой цене. Анна Белова, Виктор Коноплев. Новости 24. Архангельск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова